И я, Михаил Крамер, ой, опять начинается потасовка, да что такое, уже уронили кого-то. Меня, то есть как, кидают. И он кидают. И я такой не замечательно. И скипел, ну скипел, бля, ну игра, ну, а вы тебе, блядь, у вас с кем не бывает. Игра реально эмоциональная была, такая равная и прям, и прям мы врубились прям, жестко играли. После игры все должны оставаться друзьями. А я в ринге не жалею своих соперников. На Олимпиаду рассчитываю, чисто. Хочется попасть в 2024 году в Париж. В 2022 году прошло огромное количество интересных и ярких турниров. Но, надеюсь, для вас, как и для меня, боев всегда будет мало. Поэтому перелистываем страницу календаря и ждем от 2023 новых нокаутов, болевых, удушающих и, конечно же, спорных решений. А наши надежные партнеры из Олимпет сделают просмотр турниров гораздо интереснее. Линии на UFC, Беллатр, AC, Хардкор и другие виды спорта ищите в закрепленном комментарии под этим видео. И не забывайте об акциях и бонусах для новых пользователей. Олимпет. Для тех, кому всегда мало. На турнире Найза 49 мне удалось стать комментатором, правда, не боев, а сопутствующих мероприятий. А именно, гран-при по бутерболу, на котором произошел конфликт с золотым медалистом с Олимпиады 2012 года по боксу Сериком Сапиевым. И молодым вольным борцом, готовившимся на Олимпиаду 2024 года Зелимханом Мусикаевым. В этом видео я попытался разобраться в причинах конфликта и, что самое главное, снял момент примирения ребят. Конфликтов нам и так в этом мире хватает, так что отрадно видеть, как молодое и взрослое поколение готово после конфликта пожать друг другу руки. Ну да, все равно, конечно, выглядит прикольно. Ну хотя, сейчас Серега Сапиева. Ой, там началась, ой, ой, драка началась. Ребят, ну это не спортивно, стоп, 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 это не спортивно. Началась драка. Я на самом деле ждал, что в какой-то момент такое что-то случится, потому что, конечно, у людей амбиции. Главное, чтобы ребята не начали выяснять отношения сейчас с заклеткой. Были удары даже, были удары. Да-да-да, но Серега возгласил за тем, что его бросили без мяча. Без мяча, да. Ну вот такой вот кипиш, без него сложно, мне кажется, обойтись. Но хотелось бы, чтобы ребята пожали руки. Нужно оставить эмоции за клеткой, и игра продолжается. Я думаю, они поймут, руки в этом были, просто эмоциональный спрос. Это не флорентийский футбол, я не знаю, смотрел ты или нет. Я смотрел, да, это очень жесткое дело. Это бутербол. Игра продолжается. Я думаю, что я спрошу, что случилось потом уже после матча. Вы сможете смотреть на нашем канале, Вестник ММА. Но пока что... Друзья, с вами был Айдар Махметов, и я Михаил Крамер. Ой, опять начинается потасовка. Да что такое, уже уронили кого-то. Но зачем, зачем? Уже же вроде пожали руки. Только Айдар отошел, и уже начинается драка и массовый кипиш. Надо все-таки это мирно решать. У нас праздник спорта сегодня, это не ММА, это бутербол. Надо ребятам сдержать эмоции. Я постараюсь выяснить, что таки стало причиной конфликта. И я надеюсь, что его можно будет решить полюбовно. Меня без броска кидает, и он кидает, и я такой не знаю, что он без броска. И вскипел, ну вскипел, ну игра, ну блядь, с кем не бывает. Да? А ты вскипел, поботься, ну ладно, ты вскипел. А он не отушишь, Мам. Эй, не отушишь, Мам. Эй, не отушишь, но... Это нормально все? Эй, все нормально, все хорошо. Доброго добра, добра. Браво, браво, браво. Что там, с тобой? Браво. Саша, ты овощи. Саша, ты овощи? Ты овощи? Я тебе говорю. Он у тебя, и он кому-то так... Ты не надо... Ты видишь, а он молодой, ты видишь, что пацан? 22 года... Тебе пьют, ты жива. 22 года вспомни себе? Тебе ударят? Он же правый. И он молодой пацан. пожать и все это же играть за игры теперь что случилось как тебе не обидно все-таки на последних секундах могли мне последних дополнительно ну блин это первая наша игра они то сыграны ребята это уже хорошо и чем сейчас будем играть и разыгрываться но даже тренировки не проводили я думаю как бы все неплохо расскажи немножко про команду вот молодой парень который вольный борец он мастер спорта молодой им 22 года вроде и 21 даже а как ты набирал вообще парней с моего зала все мои друзья как чё наберу я же вольник и всем тренируюсь сейчас ну возможность подраться уже не за 7 миллионов тенге за миллион тенге вот в случае победы ты капитана как-то как будет распределяться сумма вы на четырех поделите или ты все-таки пацанам подогрев такой сделать нас они еще вот они 4 пусть поделят меня не нужны деньги а вот сами как тренеры и вот получить три части на 4 пусть людей а что вообще думаешь по призовому фонду достойно деньги конечно для бутерболу для игры на это хорошие деньги интересная игра вот даже шоу какой-то ну уже был шоу интересные эмоции вообще ну как бы ты себя не знаю в подобной ситуации повел бы вот если бы удар бы тоже какой-то пропустил тебя сегодня было чуть похоже ну не так тебя просто кинули нет кинули во-первых мягко он аккуратно грек один он занимался борьбой его аккуратно бросил это в рамках правил то есть я могу бросить все никогда он сам ведь я ведь здесь наш скипел да я скипел там ударил ну это уже не прям конечно зеним хан молодой пацан 20 года тебя бьют конечно ты тоже характер в любом случае характер вроде все до смогли за конечно это спорт спортсмены все понимают же что как бы все бывает все бывает в спорте тем более игра реально эмоционально была равна и прям и прям мы врубились кем жестко играли серик пару слов о ситуации которая случилась но обычная ситуация которая может произойти в единоборствах я точно то есть такая ситуация происходит и в борьбе и на футбольном поле и везде но после игры все должны оставаться друзьями я в ринге не жалею своих соперников но после бой мы друзья становимся становимся вот из-за чего такая ситуация произошла то есть когда у нас закончилась игра я иду жать руку перед этим улыбаясь своих оппонентов ну бывает такая ситуация мне здесь с эмоциями что-то говорят в ответ вот из-за этого я с добром ко мне с негативом из-за этого получилось так что опять ответил негативно и и получилось серик расскажу ты единственный был боксер практически сейчас в клетке было очень много борцов и вот не свойственно видеть человека хоть ты и олимпийский чемпион но все равно борцы это игра для борцов баттербол и ты боксер выходишь и пытаешься ними там конкурент надо зарубаться но все равно же немножко не твое поле мы когда тренировались и играли баскетбол футбол также и когда борцы вольники классики в нашей команде играть они тоже играли баскетбол футбол то есть можно сказать это вообще не наша игра это баскетбол с элементами борьбы часть часть конечно то есть борцовского здесь есть но я чувствую здесь нормально себя здесь я больше концентрируюсь на игре в баскетбол чем на борьбе вы все видели я не борюсь я бегаю я подвижен и вы сейчас вышли в финал главный приз это 7 миллионов тенге я помню что но для тебя для боксера который там до в олимпиаде участвовал это там на небольшие деньги но все но насколько вот интересно гонорары ты как капитан как будешь делить деньги если вот все миллионов и заработать больше здесь не привлекает гонорар привлекает то есть само участие эмоции победа а гонорар если будет у нас гонорар с ребятами половину здесь обычно ситуации и впредь будешь принимать части в чем-то подобным или все-таки хочется боксе дальше тыгать блин не знаю тяжело если честно бегать уставать непривычно подумаю может быть буду на не в таком ритме в таком темпе то есть темп такой очень большой и тогда напоследок когда-то выходил в клетку не появилась ли мысли сейчас очень многие боксеры себя там пробуют вам амэй либо в кулачных боя не я больше не буду ни в каких боях участвовать навсегда завершил если только дружественные какие-то но матчи с друзьями там но никак не соревновательном процессе соревновательный процесс может быть это это на любительском уровне такой советованный процесс это различные игры вот создали медийную футбольную лигу играем футбол мне интересно различные виды спорта я бегаю марафон триатлон участвую в айрон мэн в половинке айрон мэна два раза участвую участвую в различных играх в водном полу баттер боли сейчас вот в целом такие чисто здоровый образ жизни спорт нравится расскажи что случилось ну я вот сделал бросок все по правилам потом вот этот парень не знаю как его зовут меня ударил снизу пару раз ударил и потом я ему тоже ответил и вот из-за этого конфликт начался это серик это олимпийский вообще боксер честно не знаю только первый раз услышал как тебе вообще бутербол нормально борцовская числе я про то что до этого ты играл одну по-любому в рэкбол да на тренировках или в рестбол ну в рестбол играли так на сборах постоянно опыт имеется но сегодня чуть правило другим и вообще практически не тренировались вышли сыгранность не было а ты молодой же парень дай сколько тебе 20 не 20 и ты в команде артём резников можно же рассказать как у с ним познакомь с артём резников я знаю что выходец из вольной борьбы но сейчас это такое мамашника мамашник у нас личный тренер александр голлесман он является его лучшим другом и вот в зале постоянно пересекались так иногда ставили в парах так и вот так познакомиться а ты когда видишь пример артём резникова не думаешь что же по его стопам пойти все-таки сейчас в ммс много денег есть популярность а вольная борьба это такая хоть и ну а один из первых видов спорта и особенно в олимпиаде но при этом это не то где можно много денег зарабатывать а сейчас понятное дело что деньги нужны всем ну как бы задумался так выступал даже попал комитет он один раз выступил попробовать так на будущее если можно а пока у меня планов нет сейчас чисто у меня борьба вольная на олимпиаду рассчитываю чисто хочется попасть в 2024 году в париж спасибо всем кто смотрит наше видео но мы существуем не только в youtube формате настоятельно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал где мы в прямом эфире вместе с вами смотрим и обсуждаем турниры и и все постим самые свежие анонсы инсайды из мира ммэй на наш инстаграм где отвечаем на все ваши вопросы проводим прямые эфиры записываем эксклюзивы за кулисья с турниров на наш twitter для настоящих эстетов единоборств на наш вк и даже яндекс дзен мы есть везде и конечно огромный респект тем кто поддерживает наш канал рублем реквизиты указаны в описании под видео и каждый из донатишь и может оставить свое сообщение которое конечно же попадет в историю и прямо сейчас появится на вашем экране и и и и и и